МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он решил, что часть коммунальных ресурсов должна уйти в содержание и ремонт по одной простой причине. Потому что эти коммунальные ресурсы, вода, электроэнергия, в частности, тратятся на содержание дома. Чтобы у дом был порядок, дом нужно убирать, для этого нужна вода. Урны нужно мыть, для этого нужна вода. Мусорокамеры нужно мыть, для этого нужна вода. Коридоры нужно освещать, левцы должны работать, и на это нужна электроэнергия. Вот такой был замысел. Но в конечном итоге получилось все ровно наоборот. В конечном итоге, вместо прозрачности и понижения платежей, ульяновцы получили лишь дополнительные вопросы и большие суммы. Норматив на ОДН имеет обратную сторону, о которой Монат и догадывался. На некоторые коммунальные услуги он невысокий, на другие, как на электроэнергию, он достаточно высок. Именно поэтому попытка объяснить, что рост оплаты не будет, потому что все будет ограничено нормативом, не привела к нужному результату, потому что норматив на ОДН, на электроэнергию, очень высокий. Если говорить о цифрах, то если бы сегодня управляющие компании, сегодня уже начали выставить платежные документы, выставили в размерах норматива, как это предписка постановления на ОДН, то жители увидели бы платежа. В платежках следующий рост. На некоторых домах он был бы более-менее адекватным, 2-3 рубля с квадратного метра, на других 5, 7, 10 рублей с квадратного метра по множателю на площадь квартиры. Есть такие дома, на которых норматив на ОДН, на электроэнергию, равняется 30 и более рубля. Данный факт означает, если выполнять постановление буквально, то это может привести к взрыву. Поэтому управляющие компании на свой страх и риск, нарушая постановление правительства, ограничивают выставление платы за электроэнергию, но уже в задержании о ремонте, гораздо меньшими суммами. Подобные завышения нормативов на ОДН существуют не только в нашем регионе. Во-первых, принять все решения для того, чтобы учет ввелся именно по приборам, нужно принимать стимулирующие меры для тех, у кого нет приборов учета и платят по нормативу. Не платишь по нормативу, но можешь поставить прибор учета 10 крат. Плати. Экономика заставит человека самого поставить прибор учета. Нужны драконовские методы для тех, кто приворовывается и это обнаруживается. Реальные и эффективные меры. Нужны меры для того, чтобы выявлять всех проживающих, но не зарегистрированные, для того, чтобы назначать им гарантированно плату за потребление экономных ресурсов. Об этом еще 18 января предупредили в официальном письме Михаилу Меню, чтобы федеральное правительство максимально быстро исправило недочеты. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова